Почему нам удается, по крайней мере, в последнее время, по крайней мере, в Лиге Чемпионов добиться куда-нибудь иначе результата? Вот взять тот же Зенит, они тратят сумасшедшие деньги, да, покупают Халка, там Вицеля за 100 миллионов обоих, и все-таки результат один и тот же из года в года. В чем проблема? Что надо, может быть, я не знаю, сменить? Я не знаю, может немножко как бы, мы еще, менталитет немножко не доросли до этого уровня, то есть есть все равно какие-то команды, которые с историей гранды, да, то есть можно собраться на одну игру, две игры сыграть, а стабильность была как-то, да, это немножко трудновато. Все-таки значит, у нас не те иностранцы играют тут, не соответствует уровня, там, допустим, чемпионат Испании, Англии, которые... Ну, а вообще вы согласны? Тот же Халк, я считаю, как он играл в Порту, извините, совсем немножко другой Халк, вот и все. Явно, что у него были лишний вес, там, все. Ну, человек просто приезжает, получает такие миллионы, там, да, то есть я не думаю, что ему будут платить, там, мы платили бы в Европе такие деньги, то есть. Даже в Реале? Ну, в Реале его никто не приглашает, что, зачем в Реале нужно, там своих хватает, в принципе. То есть такое мнение, да, которое некоторые озвучили, специалисты, если не согласны, что приезжающие к нам футболисты, они... Деградируют начинают, да, ну... Деградируют все время, то есть в Альпуэну, да, можно посмотреть, как он... Ну, да. Первый матч, конечно, он был хорош, сейчас его уже меняют, в принципе, уже видно, что... Ну, может, на самом деле, это и так, то есть. Ну, наверное, тут другого пути нет, приходится приглашать. Нет, конечно, потому что, да, ну, если хоть команда ставит цели, конечно, надо, конечно, брать людей хорошего уровня. Потому что в России, как бы, команд много, футболистов сейчас и нету практически. Таких, чтобы соответствовали тем стандартам, которые, допустим, в Европе, там, еще, чтобы что-то только сборная выигрывала или клуб. Можете сделать прогноз, все-таки, кто в этом не выйдет в финал, Барселона или Бавария или Реалли Ювентус? Ну, я думаю, что, я думаю, будет в испанской дерби, однозначно, потому что сейчас с Бавария травма и Робан, да, и Герри. Я думаю, что Барселона не отпустит их. А там, я думаю, ну, Ювентус сейчас тоже, как бы, команда хорошего уровня, то есть, все-таки, Реал, думаю, тоже должен выйти. Интересно было вообще для болельщиков, я думаю, что Барселона с Реалом сыграл. Ну, на ваш взгляд, эти два, это два. Да, да, фабориты они. А кто из них? Ну, я болею за Барселону, поэтому, как бы, мне в Реал нравится, как команда. Но когда с Барселоной, тут я за Барселону болею. Ну, тогда, наверное, вопрос личный будет, а кто лучший игрок? Такие, Рональдо или Месси? Нет, Месси однозначно, это даже я сразу говорю, потому что, ну, в принципе, даже взять вклад в сборную, и Рональдо, и Месси, это непосредственно, все равно, он для Аргентины больше знает. Португалия ничего не выигрывала, как бы, никуда, ничего. То, что он забивает, ну, Месси забивает, ну, все равно, я считаю, что Месси намного лучше. Как вы считаете, возможно, в нашем команде, скажем, в обозримом, пусть не самоближавшем будущем, надо ходить хотя бы до четвертьфинала или финала Лиги Чемпиона? Ну, я думаю, что вместе в сорок, если мы купим, он все равно будет здесь лучшим, поэтому, может, тогда мы дойдем. Нет, ну, кто знает, я, тут много факторов, как бы, да, но все равно, пока трудновато, явно, потому что, если мы в Лиге Европе, как бы, вот, у нас потолок, допустим, что-то финал до полуфинала, там, как бы, все. Хотя мы два раза выигрывали, как бы, да, это, ну, когда, ну, да, ну, да, ну, хоть выиграли, как бы, ну, это вообще провалы были такие, что, там, Динамо Киев, Динамо Тбилиси выигрывал, российские-то команды, то есть, ну, даже в то, те времена, тот же Спартак никогда не еще там до полуфинала доходил, да, и все. А вообще, вот, Степлина, как вы были футболистами, сейчас вы смотрите футбол, да, вот он на финансе, как-то изменится, то есть футболистская основа? Быстрее стало однозначно, конечно, быстрее. В принципе, и смотришь, когда старые кадры, когда играли тот же Пеллик, там вообще стоячий футбол, походу, был. Ну так, если как кажется, сейчас, конечно, все это быстрее намного делается. И мяч ходит быстрее, то есть где-то тактические новинки появляются. Ну, как и жизнь, то есть все меняется.